150 метров в секунду. Прошу сводку погоды. Видимость 30 метров. Туман. Ветер северо-восточный. 14 метров в секунду. В нашу сторону. В квадрате 43 двое неизвестных. Движутся от границы вглубь нашей территории. Альпинистов в квадрате нет. Видимо нарушители. Продолжайте наблюдение. Неизвестные в квадрате 49. Неизвестные в квадрате 52. Неизвестные в квадрате 13. Неизвестные в квадрате 96. Неизвестные в квадрате 81. Неизвестные в квадрате 11. Неизвестные в квадрате 91. Неизвестные в квадрате 91. Неизвестные в квадрате 91. 60 метров. Движутся. ПОДПИШИСКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Неизвестный в квадрате 58. КОНЕЦ Ну что, никого? Пока никого. Ой, здравствуйте. Меня зовут Музафар, а вас как? А я дядя Рахим. Салам алейкум, здравствуйте. Меня зовут Музафар. Вы что, геологи? Как ты догадался? Я видел там внизу у реки ваши палатки. Садитесь, отдохните, пожалуйста, будьте моими гостями. Я вам сейчас поесть принесу. Ты здесь живешь? Здесь никто не живет. Подождите немного, я поставлю чай. Модовеева. Ну? Мой дедушка за оленями присматривает. Молодняк оберегает, подкармливает их. Мы почти всегда с ним вместе ходим. А сегодня он чуть свет один ушел. Лепешки еще не были готовы. Я ждал. Вот потому задержался. Угощайтесь. Я много еды принес. На всех хватит. Угощайтесь. Ты что стоишь? Иди сюда. Иди сюда. Слышишь? Чего вы испугались? Это же вертолет. Ах! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мне было приказано пробраться на север республики и сфотографировать район гидростанции Что вы должны были делать потом, после выполнения этой операции? Встретиться в канюне Хархмалет со своим спутником и получить от него новое задание Хафизов, Сангинов Что вас заставило пойти на это? В моем положении Это была единственная возможность попасть на родину Умар Сангинов Кто вы По национальности? Таджик Рассказывайте Моего отца Сангинова Карима Насильно увели за кордон последние банды басмачей Заставили гнать табун Моя мать пошла за ним Они только поженились Потом Отец побоялся вернуться И всю жизнь расплачивался за это Я родился там Много лет спустя И начались наши скитания из города в город Из страны в страну Нигде нам не было места Вам это интересно? Я слушаю вас Рассказывайте Потом отца задавило вагоном Он уже был стар Он часто говорил Только на родине человек может обрести Покой и счастье Значит Вы с самого начала решили Прийти к нам с повинной? Да Я хочу жить на родине Рахим Валиев Нами установлено ваше настоящее имя Ваша легенда разрушена Итак Ваше задание Хорошо скажу Я должен был ликвидировать напарника Забрать фотопленки и вернуться назад Через границу? В каком месте? В районе каньона Харфмалик Какое задание было у вашего напарника? Не знаю Приказали убрать и все Что вам известно об этом человеке? Все, что я знаю об этом человеке, видно по мне По вас видно и другое Напалмовые ожоги Ранения За кого вы воевали, Валиев? Где ваша родина? Что? Где ваша родина? Нет, о чем вы говорите? Что скажешь, Махмуд? Мне кажется, Сангинову мы обязаны верить Почему обязаны? Если он говорит правду Мы своим недоверием можем ранить его Тебе не кажется, Махмуд? То, что говорит Валиев, похоже на правду Обычная биография наемника из иностранного легиона Это может быть и легенда, за которой стоит фигура более серьезная А может быть он проштрафился и им не очень дорожат Сангинов сказал правду В его пуговицах обнаружены микрофотокамеры Парень даже не подозревал, что его ожидает потом Правильно Один агент выполняет задание, другой его ликвидирует И никакой утечки информации Прием, в общем-то, не новый Я бы назвал его стрельба дуплетом Знаешь, тут любопытно другое Валиев не смог бы перейти границу в районе уродча Хартмали Он шел на явный провал Его хозяева не могли этого не знать Какая же у них может быть цель? А вот какая Может быть у них было запланировано, чтобы он попал к нам в руки И чтобы рассказал о своем задании Без информации? Да нет Скорее отвлекающий маневр Представляешь, мы принимаем меры предосторожности в районе гидростанции А нам наносят удар в совершенно другом месте Неожиданно Это повод для размышления Во всяком случае, сам гидр нам очень помог Да, похоже, он пришел к нам с чистым сердцем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok DimaTorzok Я хочу в Токио. Не следуй меня. Я не хочу видеть Токио. Повесь, пожалуйста. Сейчас гостей будет очень много. Я поехал наверх. Хорошо. Спасибо. Поехали. Хорошо. Давай я тебе помогу. Пожалуйста. Ох и денек сегодня. Так много багажа. Гостей много, а лифт барахлит. Тут еще один. Спасибо, Умар. Отец, скорей, посторонись. Сейчас, сейчас. Проходи, пожалуйста. Отдыхал бы ты. Ну что, нашли? Нет, пока не нашел. Не нашел. Здорово. Привет. Ну что, сынок? Дедушка, посидите еще немного. Я сейчас. Хорошо, хорошо. Ты не знаешь, у кого еще есть ключ? Не у кого? А что? Ключ один, он у тебя. Лифт испортится мог, но остановиться... Нет, придется лезть в шахту. Ну, все, Умар, все. Ага. Пожалуйста. Значит, этот парень и есть Умар. Умар, Умар. Только не мешайте нам, пожалуйста, работать. Поймите, у каждого своя работа. Умар! Вернись! Умар! 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 Случайная авария? Там четырехкратная система страховки. Кто-то проник в машинное помещение, включил рубильник и вручную замкнул контакт рыпуска. Значит, покушение? Какие мотивы? Месть? Нет, в разведках сидят трезвые люди. Может, Сангинов кому-то мешает? Если он выполнял часть отвлекающего маневра, могут существовать обстоятельства, неизвестные ни нам, ни ему. Ну, а что думает по этому поводу сам Сангинов? Недоумевает, но в группе иностранных туристов, прибывших сегодня, он узнал человека, которого год назад видел на вилле своего шефа разведки. Липопытно. Тогда этот человек носил бороду. В момент инцидента с лифтом он находился вблизи от машинного помещения. Кто такой? Шериф Аль-Хамади. 57 лет, холост, очень богат, коллекционер, интересуется кушанской культурой. В сообщениях историка пятого века до нашей эры Ибн-Гаида были сведения о шахтской библиотеке. К сожалению, ее разграбили во времена нашествия инновемных пор. В нескольких тайниках нам удалось обнаружить часть этой библиотеки. Находка представляет собой огромную историческую ценность. Но прочитать эти книги мы не можем, так как они написаны на неизвестном нам древнем языке. Ибн-Гаида упоминает в своем трактате о 16 золотых пластинах, на которых изложен идентичный текст на двух языках. На загдийском и на неизвестном нам древнем языке. Если бы нам удалось найти хоть одну из этих скрижалей, то мы бы смогли прочитать эти книги. Ибн-Заид по поводу этих пластин высказывается предположительно. Мы сомневались бы, имея сведения только Ибн-Заида. Но если вы помните, Мискини Самарканди в своих стихах точно указывает форму и размер этих пластин. Этого я не знал. Ну как же! Сын Солнца, дар небесный, и в день рождения твоего я одаряю царствами двумя тебя. И золотом на золото пишу, и на ладонь твою кладу слова от Бога. Ну вот. Ты домой? Да нет, я немного попозже. А? Ну я пошла. Музыка. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А вот и угощение. Прошу. А? Ну как? Вечно здорово. А может, переедешь к нам насовсем? Сынок, действительно. А может, переедешь к нам насовсем? Спасибо. А если я, подпоясавшись белым платком, склонив свою седую голову, войду в чей-либо дом просить тебе невесты... Да кто откажет старому из-за того? А дети пойдут. Мы с ним вместе будем их воспитывать. По рукам? По рукам, сынок. По рукам. Идем. Идем туда. Я тебе что-то покажу. Скорей, скорее. Они еще здесь. Они переселились под мой камень. Сейчас покажу. Вот, смотри. КОНЕЦ КОНЕЦ Аль-Хамадим отдал нас по городу, менял машины, на ходу садился в троллейбусы. В конце концов, мы его потеряли. Нужно срочно найти Сангинова. Разрешите? Да, пожалуйста. Уже ищут. Он сегодня свободен. И в общежитии его нет. Сейчас выяснят, где он. И сообщат. Хорошо. Александр Степанович, вот взгляните. Сангидов оказался прав. Аль-Хамадим год назад действительно носил городу. Ах, вот оно что. Оказывается, наш коллекционер заметной фигуры среди крупнейших авантюристов. Он причастен к международному скандалу, связанному с контрабандным вывозом из Индии древних реликвий. Но что ему могло понадобиться на загороды или шефа разведки? Шпионаж тоже бизнес. Как и махинации с древностями. Как видно, Аль-Хамадии, шеф разведки умеет совмещать и то, и другое. Товарищ полковник, только что сообщили. Разрешите доложить? Умар Сангинов поехал на 33-й километр в гости к своему другу Иззату Рузиеву. Махмуд, придется поехать самому. Слушаюсь, молодец. Я готов. Отдавайте руку. Не бойся. Давайте, давайте. Я не устал. Какой сегодня день? Дядя Эссе, у меня к вам пруд. Ну, ну, сынок. Только вы не сметесь надо мной, пожалуйста. Чтобы скорее вернуться, дайте поносить ваш чапан. Вот этот мой чапан? А вы мою куртку. Пожалуйста. Ну-ка, надевай. Так. Вот. Хорошо. Накиньте, накиньте скорее. Так. Тогда уж и это. Конечно. Как она вам идет? Ну-ка, покажись. Да вы же совсем молодой. Да-да. Твоему приезду я сошлю тебе новый чапан. Дядя Эйзад, а кто вам подарил внука? Дочь или сын? Нет, так вышло. Своих детей не было, взял сироту, на своих руках выночил. А теперь хочется и до свадьбы дожить. Доживем, дядя Эйзад. Он у меня смышленый мальчишка. А дядя Эйзад, мы пойдем по той дороге? По какой? Ну, вверху. То новая дорога, а мы пойдем по старой. Ближе. Он бы тебя сейчас до самого города подарил, если бы не заснул. Остановись, остановись! Стой! Стой! Вот, человека сбили. А там второй. Он нарочно это сделал. Дорога-то широкая. Сейчас. Прошу вас, помогите, пожалуйста. Срочно скорую помощь на 29-й километр 2-го шоссе. Умар. Умар. Жив? Жив. Кажется, обошлось. Спасибо. Из-за того. Вон там машина. Вон она. Володя, ты оставайся. Хорошо. Ты в скорую. Я Хафизов. Раненого поместить в изолированную палату, предупредить дежурного АГАИ. Немедленно перекрыть все дороги по ущелью до 65-го километра. Проверет все машины ГАЗ-24. Водитель, возможно, вооружен. Проверет все машины ГАЗ-24. Проверет все машины ГАЗ-24. Вижу машину. 17-й, 17-й, будьте осторожны, будьте осторожны. На 46-й километр 2-й старая дорога смыта, там пропасть. Говорит дежурный ГАИ капитан Хамидов. 17-й, я Норов, следую за вами. Норов, нарушитель может сорваться в пропасть. Я срежу серпантин. Ты не дашь повернуть его назад. 17-й, вас понял, вас понял. ИНОСТВЕННАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ Машина свалилась в реку метров в 70 вверх по течению. Ее понесло, и здесь она зацепилась за опор моста. Она пустая? Да. Товарищ подполковник, там на берегу обнаружен труп. Так, пошли. Пойдемте. Все-таки Аль-Хамади. Осторожно, Володя. Там следи. Вижу, вижу. Вот здесь стояли два человека. Этот топтался, нервничал. Второй стал спокойнее. Первый пошел сюда, хватался руками за скалу, траву обрывал и вышел на дорогу у знака. Рост 180-182 сантиметра. Есть больше 80. Второй, аль-Хамадин. Вот четко отпечатавшийся след. Он пошел сюда. Вот. 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 Он стал подниматься здесь. Пойдемте-ка. Вот тут Аль-Хамадин стал выходить дороги и полетел вниз. Поскользнулся, сорвался. Вот здесь мог находиться третий человек. Вот. Отменная позиция для нападения. Следы есть? Размер ноги, рост, вес. Мне надо еще немножко поработать. Вон там у дороги в кустах стояла Волга. Та, которую сегодня вытащили из реки. Он упал оттуда. Высота скалы 98 метров. Опрос местных жителей ничего не дал. Угу. Что ж, понятно. Извините. Пока ничего определенного сказать не могу. Смерть наступила вчера вечером мгновенно. Точнее скажу, после вскрытия. Угу. Хорошо. Сынычи. Хорошо. Осторожно. Вчера вечером мне позвонили с кафедры. И предупредили, чтобы в 6 часов вечера я была дома. Мне должны были позвонить из Москвы. Я очень ждала этого звонка. Поэтому поехала домой немного раньше. Когда вы приехали? В шестом часу. Борчина Абасовна, взгляните, пожалуйста. Я уже принесла. Сейчас, Гуля. Пожалуйста. Вы понимаете, у нас здесь дорога каждая минута. Звонок должен был быть очень важным. Я вчера вечером до половины восьмого просидела у телефона. А потом? А потом решила завести машину в гараж. А ее не оказалось. Скажите, пожалуйста. Почему вы так ждали этого звонка? Если не секрет. Вы знаете, у нас экспедиция немного затянулась. Мы здесь нашли часть шахтской библиотеки. В тайнике мы должны были найти золотые пластины в форме детских ладошек. На них текст на двух языках. На сагдийском и на том неизвестном языке, на котором написаны все эти книги. Без этих пластин книги мы прочесть, конечно, не сможем. Все сопутствующее найдено. А ладошек нет. На днях, Борчина Абасовна, у вас была группа иностранных туристов. Да, была. Вот среди них был смуглый, горбоносый, белый вязаный шапочки с таким помпоном. Да, 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 вспоминаю. Вы знаете, меня поразило то, что он очень хорошо знаком с нашими проблемами. Женщину в совхоз отвез, а обратно шел пустой. Гляжу, вот на этом самом месте человек стоит. Руку поднял. Я остановился. Это было то ли без пяти восемь, то ли пять минут девятого. Почему вы запомнили это время? Смена кончалась, я торопился в гараж. Ну, а дальше? А что дальше? Мы доехали до города, и он сошел у центральной аптеки. У центральной аптеки? Да. Он когда рассчитывался, еще рецепт вытащил из кармана. КОНЕЦ Машину угнали с 19.00 до 19.30. В это время Аль-Камади находился под наблюдением. А если хозяйка ошиблась во времени? Все равно Аль-Камади Волгань уводил. За четверть часа до этого он был уже в автобусе. Видно, у него есть сообщник, который угнал Волгу за город, затем передал ее Аль-Камади, и остался ждать. Аль-Камади сбил Сангинова, сбросил машину в реку, вернулся к сообщнику, и был он убит. Вот именно, Махмуд Рязаевич. Один выполняет задание, другой его ликвидирует. Снова, так сказать, стрельба двух лет. Ну, зачем местному агенту партнера иностранец? Он и сам мог бы сбить Сангинова. Да. Правда, если местным агентам не хотят жертвовать, тогда, возможно, ты и прав. Нам, Саид, остается составить описание этих помещений. Ну, они сочетые, с низкими арчевыми проемами и очень толстыми кирпичными стенами. А здесь... Судя по фундаменту, тут идет смыкание. Бортью на башню. Что? Вот этот холм. Попросите отнести его ко мне. Отсюда начинается кладка другого характера, явно более позднего времени. Что вы здесь делаете? Работает. Да? Тогда, знаете что, можно вас на минутку? Пожалуйста, вот это отнесите к начальнику. Хорошо. Осторожней. Осторожней. Осторожно, это пятый век до нашей эры. А что у вас здесь? Может быть, даже золото. Из всех получивших в аптеке лекарства меня заинтересовал некий Хасанов. Он кандидат наук, работает на раскопках у Гулямовой, у которой угнали на днях волк. Я был там. Следы Хасанова идентичны со следами на месте убийства Аль-Камади. Здравствуйте. А, это вы. Здравствуйте. Взгляните. Может, кто-то из них ехал тогда в вашей машине? Это нетрудно. Спасибо. О! Вот это. Пожалуйста, смотри. Ага. Молодец. Да. Да, у вас тут настоящий музей. Эти вещи с раскопок? Я их изучаю, а потом отношусь в институт. Вам разрешают? Я часто работаю дома. Это же уникальные вещи. Они зарегистрированы до того, как попали к вам? Честно говоря, не все. Но мне доверяют. И потом, по многим вопросам, для главных экспертов в институте. Присядьте, Хасанов. У меня к вам несколько вопросов. Мартин Борезович, взгляните на это. Интересно. Чек на 300 тысяч долларов. С гарантированной оплатой на предъявителя. Неси в протокол. Откуда у вас этот чек? Книгу я купил у букингиста. Вот на днях. А чек? Допустим. Вам знаком этот человек? Нет. Посмотрите повнимательнее. Нет. Нет, я его не знаю. Странно. А ведь вы подозреваетесь в его убийстве. Что? Что вы сказали? На месте преступления обнаружены отпечатки вашей обуви. Вот, пожалуйста, ознакомьтесь с данными экспертизы. В кармане убитого найдена схема места встречи и записка, написанная вашей рукой. Вот акт экспертизы. Это какое-то недоразумение. Хасанов, какое это может быть недоразумение? Лучше расскажите, как вы это сделали. Что это? Как вы убили Аль-Хамади. Я не убивал. Я не мог убить человека. За что вы получили чек? Какой чек? Вот этот. А, чек. Подписанный Аль-Хамади. Да, да, да. Я продал. Что вы продали? Я продал пластины, которые нашел на раскопках Рудбахши. Какие пластины? А, золотые пластины в виде детских ладошек с текстом на двух сторонах. На сагде и неизвестном нам языке. Расшифровывающий шахскую библиотеку? Вы их продали? Да. Да, 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 да. Я понимаю, что я подлец. Это мое тщеславие, легкомыслие. Зачем? Зачем? Понятые, ознакомьтесь и поспешите. Скажите, в котором часов вы передавали пластины Аль-Хамади? Не помню. Темно уже было. Без 15,9. Да, да. Он еще светил фонариком, чтобы рассмотреть пластины. Но я не убивал. Я, честное слово, не убивал. Не затрудняйте себя неправдой. Потом вам будет сложнее. Я говорю правду! Правду можно говорить и тихо. Но ведь я же не убивал. Рассказывайте. Я прошлом летом был в Химилсбурге, на конгрессе. И он там сам ко мне подошел. Кто? Ну, этот Аль-Хамади. Я совершенно случайно показал ему фотографии пластины. И он предложил мне огромную сумму денег. Ну, чтобы я привез их туда. Но я на это не пошел. Везти через границу. Мы слушаем вас. Спасибо. Тогда я сам приеду. Вы? Нет, это он сказал, этот авантюрист. Аль-Хамади. Где и когда вы условились встретиться? Это когда он к нам приедет? Да. Значит так. Он придет на раскопки. А вечером того же дня, на 37-м километре, я ему нарисовал, мы условились встретиться. Вот и встретились. Пластины были с вами? Да. И вы передали их Аль-Хамади? Да он буквально насильно вырвал их у меня. И вручил вам чек. Да он всучил мне чек, сучил. А через месяц вы снова собирались ехать за границу? Да. Решили с собой провести чек. И, наверное, там остаться? Откуда это у вас, Хасанов? Вы-то ведь знали, что пластины бесценны. Да. Вы обокрали целый народ. Возможно, Хасанов действительно не убивал. Я вот о чем думаю. На месте убийства был третий. Тот, что стоял за скалой. Когда Хасанов с чеком уехал, третий мог убить Аль-Хамади и взять у него пластины. Тогда этот третий должен был знать о встрече Хасанова и Аль-Хамади. Мог знать и о сделке Аль-Хамади и Хасанова и специально нам их подсунуть. Он угнал машину, сбил Сангенова и сбросил в пропасть Аль-Хамади. Теперь он хочет нас уверить, что Аль-Хамади сбил Сангенова и сам убил Хасанова. Очевидно так. Если убийца действительно третий, как мы его называем, ему необходимо было убрать Сумара, необходимо. Он предпринял было две рискованные попытки. Теперь он уверен, что Умар мертв. Но если выяснится, что Умар жив, он не упустит возможности, чтобы его убрать. Мне кажется, убийца все время ходит где-то рядом с Умаром. Следит за каждым его шагом. Я тоже так думаю. Вот, собственно, из этого и нужно исходить. Ноги! Подними ноги! Ну, кому я говорю? Говори еще, ну, говори. Работничек. О! Ну, и Работков, смотри, я у тебя. Здравствуй, Марк. Иззак жив. Умер. Узнан. Убийцу нашли? Пока нет. Это я виноват. Ты не мог знать. Это я надел на него свою куртку. Не надо. Это я! Не надо, Умар. Его не вернешь. Да, да, да. Не вернешь. Зачем? Зачем я здесь? Иззад убит. А я отлеживаюсь. Отдыхаю. Сейчас так надо, Умар. Так надо. Его уже нет. Его уже нет. Я впервые почувствовал себя как дома. Там у него. И он ко мне, как к сыну. Он так похож на моего отца. Очень. Вы мне верите? Если бы я не верил тебе, я бы не пришел сюда. Я не отолк. Я хочу помочь найти убийцу. Я могу. Я должен. Нет, вы мне не верите. Посмотри, Умар. Посмотри туда. Кто к тебе пришел? Здравствуй. Как идут дела? Хорошо. Что смотришь? Не узнаешь? Я давно хотел тебя видеть. Я рад, что ты пришел. Вы куда? Да вон же Ром. Нет, нет. Идите домой. Я же Шан-Шан. Домой, молодой человек. Домой. Ответ. Получил? Получил. Зайдите на склад. Хорошо. Ялина Султановна. Извините. Ас-саламу алейкум. Ас-салам. Удина, иди сюда. Здравствуй. Взгляни, кто пришел. Что выглядишь? Ты, Умар. Здравствуй, сынок. Ну, мне рассказывали, какой ты молодец. Как ты сейчас себя чувствуешь? Мы раза четыре ездили к тебе в больницу, нас так и не пустили. Да, у Сволы или у Томарова. Там было бы, ну, обрискли. Тысяча двести восемнадцать. Я отертик. Ой, пожалуйста. Спасибо. Я попрощаться зашел. Далеко забрался. Лечиться еду. Надолго? Куда? В Шамбаре. А как мы без тебя? Что ж вы тележку на проходе оставили? Посмотрите, кто к нам пришел. Лина Султановна. Ой, Умар Джон, здравствуй. Здравствуй. Ничего. Хорошо. Как ты вовремя. Идем. Идем. Что такое? Вы сегодня так нарядно одеты. Ой, что вы. У нас симпозиум. К нам со всех стран мира едут гости. А лифт один не работает. Стоит по-прежнему. У меня болит позвоночник и нога болит. Я не могу. Ой, что вы, Умар Джон. Может быть, как-нибудь. Ой, что будет. Выручайте. Я даже согнуться не могу. Так что, извините, я пойду. Нет, нет, Умар Джон. Выручай. Столько гостей будет. Одним лифтом нам не справиться. Да. Выручай, Умар. А инструменты? Инструменты я сам достану. Достанет. Сам опущу. Он сам опустит лестницу. Я помогу. Умар Джон. Ну, хорошо, хорошо. Я попробую. Молодец. Спасибо большое. Спасибо. Ты готов? Угу. Хозяйка спросит, я наверху. Хорошо. Поторопитесь, поторопитесь. Ну, как у вас дела? А? Все готово. Снега долезть в шарфу. Вот оно такое. Пожалуйста, полезайте. Полезайте. Пошли. Давай быстрее. Что они возят в чемоданах? Простите, можно вас на минутку? Нет, мне нельзя. Жаль. А я хотел спросить, как пройти к оперному театру. Ах, к оперному театру? Да. Вообще всего. Значит так. Как только спуститесь по лестнице, пойдете прямо. Да. Там увидите огромную большую чина. Понятно. Обойдете чина. Я все понял. Спасибо. Потом будет направо. Еще налево надо. Клюну. Спокойно. Отступать некуда. Какова цель отвлекающего маневра? После того, как вы сосредоточите внимание на гидростанции, переброшенная через границу группа из пяти человек должна была взорвать оборонный объект 13-37. А какое отношение к этому имел Сангинов? Почему его надо было убрать? Сангинов проходил подготовку вместе с участниками основной операции. Он не знает их задания, но помнит в лицо. Руководитель группы после диверсии должен был остаться здесь. Сменить меня. Сангинов мог увидеть его и опознать. Вы были уверены, что Сангинов убит? Да. И сообщил, что путь свободен. А сегодня вдруг увидел его живым. У меня не было выбора. И потом я не мог подумать, что вы специально выведете лифт из строя. А что было известно самому Аль-Хамади? Ничего. Аль-Хамади коммерческий партнер шефа. Он посоветовался насчет покупки пластин. Мне приказали убрать его. Убрать так, что двиномным оказался Хасанов. А пластины оставить себе. Значит, Аль-Хамади был обречен еще до решения убрать Сангинова. Конечно. Когда понадобилось убрать Сангинова, шеф решил извлечь двойную пользу из этой сделки. Сделать Хасанова и Аль-Хамади прикрытием для меня. Ваша роль в основной операции? Встретить группу после приземления, проводить к объекту 1337. После акции я должен был уйти за границу. Покажите на карте нам место вашей встречи. И укажите время выброски. Здравствуйте. Вы меня спрашивали? Да. Может быть, поднимемся к нам наверх? Уделите, пожалуйста, мне две минуты. Я очень тороплюсь. Что это? Посмотрите. Вам это знакомо? Ой. Не может быть. Мои ладошки. Мои ладошки. В квадрате 17 на леднике Фанфорок вижу пятерых нарушителей. Продолжайте наблюдение. Объект следует параллельно границе над запредельной территорией. Высота 7000 метров. Угол курса 39 градусов, 36 секунд. Филинг 11 градусов, 2 секунды. Скорость 170 метров в секунду. Прошу сводку погоды. Видимость 26 метров. Сильный туман. Ветер юго-западный в нашу сторону. 18 метров в секунду. Продолжайте наблюдение. Неизвестные в квадрате 12. Неизвестные в квадрате 63. Неизвестные в квадрате 22. Попытайтесь показать их поближе. Попытайтесь показать их поближе. Попытайтесь показать их поближе. Попытайтесь показать свою жизнь. А эти... Эти пошли из-за куска хлеба. Сат-Тор... Сат-Тор... Это же Сат-Тор. У него такая же судьба, как у меня. Он тоже стремился сюда, домой. Можно я с ними поговорю? Я постараюсь их образумить. Кроме этого, с ним говорить бесполезно. Видимо, из-за него и хотели избавиться от вас, Махмуд. Надо увезти их подальше в горы. Подальше от жилья. У них взрывчатка. Меры приняты. Давайте! Сопротивление бесполезно! Бросайте оружие! Вставайте! Вставайте! Сопротивление бесполезно! Бросайте оружие! Вставайте! Там пропасть. Бездонные. Они знали, куда нас загнать. Вставайте! Вставайте! Сопротивление бесполезно! Бросайте оружие! Вставайте! Сейчас на них пол горы спустят. Сейчас на них пол горы спустят. На стол! Состор! Состор! Ты слышишь меня? Это я, Ума! Бросай оружие, иди сюда! Ко мне! Ты слышишь меня, Состор? Помни, как мы мечтали с тобой вернуться на родную землю! Скажи своим, пусть бросают оружие! Идут сюда! Им не причинят зла! Бросай оружие! Состор! Иди сюда! Ко мне! Посмотри вокруг, Состор! Это же священная земля наших предков! Почему ты молчишь? Улыбнись! 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 Ну, чего стоишь? Тебя зовут? Иди! Иди! Не пугай! Я пойду! Все равно! Наверное, он! Пещера блокирована! Нарушители там в глубине! Наши люди надежно укрыты! Они вне зоны обстрела! Иди сюда! Отстой! Падай! Тебя привитка к нам! Посмотрим! Черт, там! Удив lihat! Я на глубине просмотра вышел! Я на все-таки прошел их следам! В квадрате 43 мы обнаружили... Минут. Просмотра вышел спустит на Who's applications! Это было ! Нарушители выходят. В квадрате 44 мы обнаружили взрывчатку большой мощности. Видимо, имелась в виду крупная операция. Тебе лучше? Умар, вот мы и дома. Да, дома. КОНЕЦ Под ведением бюро погоды и сегодня в горных районах республики будет небольшая облачность без осадков. Ветер 5-10 метров в секунду. Температура 10-15 градусов тепла. В горах небольшой снег. Температура 3-5 градусов тепла.